Друзья, мы с вами направляемся в сторону Белуна, в сторону Австрии. Я попросила своего друга, Аура, сесть за руль. Тут у меня птичка наделала, да? Ну хорошо, на удачу. Потому что хотела заснять для вас вот туннели. Галерея называется в Италии. Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Мы сегодня с вами попутешествуем немножко в сторону Австрии. Австрия, да? Допокортина? Да, но да. Венеция, Белуна. Я вам неоднократно говорила, что мне очень нравится Эднастрада на Белуна. Это самые ближние горы. Это не горы еще, это колени, как они говорят, да? Маленькие горы. Но мне нравится Автострада эта, потому что это 80 км все от Венеции только. И если у меня нет настроения или есть прекрасное настроение, я себе сажусь и еду хотя бы сюда. Мы зайдем на озеро Санта-Крочи. И где-то возле озера постараемся припарковаться и найти ресторанчик, пообедать, а потом и отдохнуть. Белуна находится, наверное, где-то 100 км, если брать Венецию и Белуну. Чем-то километр Венеции и Белуну. Квази, Кузисия. И там уже есть снег, там полноценная зима. Вот очень интересно. Это все зона Венеция, Венецианская область. Тоже вам говорила неоднократно, что Венецианская область очень богата. И море, и озера, и реки, и горы. Очень богатая зона. И туристический бизнес тут хорошо развита. Но все равно нехорошо видно. Если я еду, снимаю с машины, конечно, не тот вид. Как предупреждают Лавори, 77 км до Побелуна. А на Лавори это работа. Идут работы. Это типа на автостраде идут работы. Хотя сегодня же выходной. Но, наверное, просто перекрыта автострада. Сегодня у них праздник итальянцев. Они все выходные. Фралгоста называется, да. Но предупреждение идет, что вот будьте внимательны. Потом до Побелуна. Это значит за этим городом. За Побелуно. Город Побелуно. И за этим городом до Побелу. Потом. Потом за. Вот. До Побелуно будут работы. Ведутся работы, да. Говорит, но Монтания это уже... Но колени это уже Монтания. Но, типа, это уже горы. Монтания это горы, да. А там так красиво над горами вот эти тучи. Там же, наверное, из тех лежит. Тут совсем другой климат. Кстати, у Побелуны есть чернозем, да. Венеция же это, вы знаете, Венеция на полозе стоит. И так они как-то умудряются от Венеции. И мама говорит, смотрите, смотрите, остановились каком-то баре. Она говорит, посмотрите, смотрите, чернозем, чернозем. Я спрашиваю, да, да. Она говорит, у нас чернозем. Вот так. Так, 80-90 километров от Венеции. И есть чернозем, есть горы, есть лыжные курорты. Ладо ди Санта Кроче. Лаго это озеро. Санта Кроче. Санта это Святой. А Кроче это крест. Называется Озеро Святого Креста. Почему так? Потому что есть такая легенда, что был поселок и просто его затопило водой. И говорят, когда низкая вода, то видно купол церкви. Я этого никогда не видела. Хотя я часто приезжаю сюда на это озеро. Я и вас, дорогие мои подписчики, кто был неоднократно. Ну как-то неоднократно. Каждого по разочкам везут, да. Но многие были со мной здесь на озере. И сейчас вот занят друг дружке, пересказывают. Почта работает, такая телефонная почта, да. А мы когда ездили к Жане, то она нас возила туда-туда-туда. И вот уже мне звонят из Израиля, говорят, Жаночка, мы приедем. А вы нас отвезете тоже? А я говорю, конечно, отвезу. Все будет хорошо, то, конечно, отвезу. Надо Макина уже. Машина надо. Хорошая, хорошая машинка, но надо уже ее менять. Чтобы можно было ездить везде. И удобно. Так, платим за дорогу. Все атострады платные. Вот, пожалуйста, мы проехались 80 километров. И сейчас мы заплатим 9,50 вроде бы, да. Сейчас и видим, что заплатим. Вы понимали, как я уже говорила в инстаграм, когда ехала куда-то на этой неделе. Я тоже постоянно где-то разъезжаю. Да. Ква. Ква. Си. То приблизительно так вам скажу, что одно евро десять километров. Вот так, чтобы ориентировали себя по атостраде. Виталия надо платить. Мимо того, что мы платим БОЛО. Это каждый водитель платит БОЛО. БОЛО это... Каждый год мы делаем взнос в размере 250 евро за то, что нам предоставляют хорошие дороги. Мимо этого всего каждый водитель платит БОЛО. И каждый, кто проезжает по автостраде, платит, конечно же, еще за автостраду. Красота здесь. Красота. Надеюсь, вам видно. Как мы вот едем сейчас. Я смотрю, столько домиков закрыто. Рестораны закрыты. Вот почему? Не знаю. Потому что вроде бы хорошо растет туристический бизнес. Но вот в этой зоне именно здесь. Не знаю. Все любят приезжать на это озеро. И вы со мной были. Вам тоже нравится, надеюсь. Но почему-то недалеко от Венеции. Но почему так много закрытых? Вот дома закрыты, рестораны закрыты. Бандоната, как говорят. Запущено. Я выключила камеру и не знаю, снимать, не снимать. И думаю, ладно, я вам показываю Италию. Ну вот, и смотри, какая она есть. Реальная. Я все показываю. Где живу. Вот такие вот дома. Вот. Ничего не фантазирую. Вот. Чтоб видели, в каком состоянии это все. Почему-то запущено. Этот домик красивый. Можно было... Представляю, как это было когда-то. Почему сейчас так? Не знаю, не знаю. Но вот вся зона вот эта вот пустая. Смотрите, место в ресторане тоже что-то не видно. Угу. 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 Есть разные цвета зеленого. Зелено, голубой, бирзовый как-то так вот переходят. Такие оттенки. Оттенки. Не цвета а оттенки. Теплые, холодные оттенки. Красиво, да? Вот хорошо видно, да? Свет озера, горы, небо, красота. Смотрите, мужчины в возрасте Почему тут собрали все мужчины в возрасте? Тут все-таки молодцы Не пьют, не курят, занимаются спортом Сейчас увидим, как он будет спускаться Смотрите, как в вечер Парашютисты тоже ездят Не знаю, как называется это спортом Вомерно, да? Мауру, а как вы сейчас сейчас? Как вы сейчас сейчас? Хорошо Сегодня им раздолье Этот ветерок Красота Что-то красиво Можно даже посмотреть Помолчать, посмотреть, на нас вертаться Я хотела лечь на травушку Мама не надо Лежать, бывает, зарядиться От земельюшки, матушки И терпеться Что она терпит нас Таких неблагодарных детей Своих жителей Квартирантов Как не могут припарковаться ребята Сильный вечер Вообще-то пляжик там напротив Там напротив Пляж Песочный пляж Но мне так нравится Кипас Я здесь не хочу Холодная вода Всегда в этом озере Глубоко Тут тоже Ну мне вот просто подышать хочется Когда приезжала с детьми То, конечно, все купались В марте в первую очередь Вот все равно какая вода Она всегда теплая Даже в марте Выплывали На барке Такая маленькая яхточка Покрытое море В конце марта Холодно Еще все на барке сидят В курточках А Марек уже Вот, молодец Молодец Брависсими, омени Брависсими Смотри, как быстро Быстро, быстро Быстро отчаливает Ветер его несет Все приехали с ими Питомцами Одна собачка Вторая Вот с собачкой Пошли Везде 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 Один С бантиком Один, два, три Недвижимости Это Фабиоски Ее муж И Мауру Встретились случайно Так нету времени Встретиться На озере Встретились На этом заканчиваем Наши сегодняшние путешествия Пора домой Паспорт отдыхать Но я немножко отдохнула Пока полежала на земле Я даже не старалась загорать Просто хотела Надышаться этим воздухом И побыть рядом И с натурой И с природой Всем папусики До скорой встречи Чао-чао